Мускулы сильные! А с вами мы красивые! Воспитанники детского сада номер 70 в отличной физической форме. И мускулы у них действительно сильные. Для спортивного развития у этих ребят есть все, что нужно. И современные площадки, и отличные педагоги. А самое главное, есть надежные товарищи, которые взяли детский сад под свое крыло. Это компания Фосагра и Дрозд Балакова. Два года назад открыли площадку тематическую по правилам дорожного движения. В прошлом году открыли спортивную площадку. В этом году еще две тематических площадки. Плохо, когда играешь на железных качелях на старых, или полуразрушенных верандах. А когда все ярко, красиво, и у детей хорошее настроение. И у родителей, соответственно. И на днях на территории детского сада появились еще две площадки. Полоса препятствий и зона эрудит. На них можно и физическую форму подтянуть, и умственно потрудиться. Изучить времена года, вспомнить сказки и научиться логически мыслить помогут мультгерои. И ребята уже оценили подарки от химиков. Мне больше нравятся игры, развлечения и много всего. Ага, новую площадку уже испробовали, посмотрели, что здесь. Да. Ну и что здесь у нас? Тут есть турник, можно подтягиваться, можно стоять на уголке, вон на той штуке, желтой. Мы играли в баскетбол, а еще футбол. К выбору новых тематических площадок химики подошли ответственно. Заранее узнали, что нужно для изучения образовательной программы. Посоветовались с педагогами. Теперь теоретические занятия в кабинетах будут чередоваться с практическими. Подкреплять свои знания ребята смогут во время прогулок. Мы очень рады, что у нас есть такой друг замечательный, который помогает нашему детскому саду быть современным, быть конкурентоспособным. И благодаря Фосагру у нас уже несколько площадок ярких, современных, функциональных. Дети очень счастливы, а мы рады, что у наших детей есть возможность для полноценного развития. А шефы и педагоги уже строят планы по обустройству новых площадок. Территория у детского сада большая, есть где фантазии развернуться. Может, это будет космическая зона, а может, аграрная. Главное, чтобы ребятам было интересно познавать новое и развиваться.